Садовую аллею называют тихим центром, за близость к оживленным проспектам и одновременно за уютную романтическую обстановку. Но сейчас она выглядит удручающе. Наверное, поэтому жители домов на улице Садовая захотели включить аллею в проект формирования городской среды. Деньги на преобразование общественных мест, на их усовершенствование и модернизацию будут выделены из федерального бюджета. Правда, попасть в программу не так просто. Необходимо подать заявку в администрацию с указанием вида работ по благоустройству. На федеральные деньги из основного можно выполнить работы по асфальтированию территории, организации дополнительного освещения, можно установить лавочки и урны. На Садовую аллею все это есть. Тем не менее, у инициативной группы масса предложений для преображения зеленой зоны. Ольга Ефимова живет в доме с видом на Садовую больше полувека. Видела разные периоды существования аллеи. И расцвет, он пришелся на 70-е, и закат в 2000-х. Женщина уверена, при небольших вложениях аллея вновь сможет стать центром культурной жизни, каким была раньше. Машины сюда заезжают на полкорпуса, они въезжают прямо на газон. И вот этот кустарник, который заменил живая изгородь металлическую решетку, по сути, исчез под колесами машины. Может быть, стоило бы установить при въезде на аллею знак «Стоянка запрещена». Потому что здесь этот транспорт стоит и днем, и ночью, и весной, и зимой, и в дождь, и в снег. Также жители считают необходимым установить информационные таблички, на которых нужно указать, кем была создана эта аллея и зачем. Садовая представляет большую историческую ценность для областного центра. Это первый бульвар в городе, 1878 год, это при участии Якова Петровича Горелина, были высажены липы, он прекрасно сохранился. Но он оформлял территорию от театра Диамидова, который был на углу Арсения Мария Рябинина, и до Графского сада. Так что это название-то. Ну, кстати, вот ее уже пытались переименовать, ее в Екатерининскую, но как-то не получилось. В 70-х аллея была огорожена красивой кованной решеткой, в 80-х – хлипкой металлической, в 90-х было заграждение из кустарника. Сейчас из-за стихийной парковки не осталось даже насаждений. А это не только вопрос красоты, но и безопасности, рассуждает Галина Красина. Каждый день она гуляет с внуком по аллее и опасается, как бы ребенок не выбежал на проезжую часть. Заботится женщина и об экологии. На подмогу к спасающим от выхлопа липам, еще тем, что посадил Бурылин, активистка предлагает высадить молодые саженцы. Тоже лип, чтобы садовая напоминала Бунинские темные аллеи. Липа очень хорошо стрижется. Она же форму-то всегда поддерживать можно. Перез на сайте – агрессивное дерево. Дубы медленно… Ну, она тоже медленно растет, но дубы не порежешь. А эту обрезайте, как хотите, и будет у вас нормальная. Аллея может стать настоящей жемчужиной в центре города. Общественность готова помочь. У нас скоро проходит в городе акция «Посади кедр». И как раз мы договаривались с администрацией найти место для посадки новых саженцев. И если администрация нам разрешит, мы обязательно посадим саженцы. Но нам нужна будет небольшая помощь в уходе за ними. То есть это укутывание их на зиму и прочее. Я думаю, очень много граждан согласится даже выйти на субботник и привести в хорошее состояние те парки и те зоны отдыха, которые находятся рядом с домом. Заявки от жителей на благоустройство общественно значимых территорий мэрия принимает до конца недели. Активность ивановцев, как отмечают чиновники, недостаточно велика. С документами в профильное управление обратились меньше, чем по 10 объектам. Заявки рассмотрит специальная комиссия. Мы оцениваем актуальность вопроса, оцениваем возможности реализации с финансовой точки зрения. И вообще, в целом, возможности реализации. То есть нам надо уровень фантастики отделить от реальных возможностей. Потому что, конечно, можно и монорельсы где-нибудь на улице Садовой придумать. Но не факт, что они нам помогут. В течение 14 дней после решения комиссии будет проходить общественное голосование. Мнение жителей спросят в интернете. Также с опросными анкетами поработают волонтеры. Предположительно, на благоустройство общественных территорий город получит больше 30 миллионов рублей. На преображение темных аллей по-ивановски хватить должно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.